Сделай реакцию на видео Артёма Графа и Золу, там про тебя есть. Давайте сделаю, без проблем. Ну что ж, поехали. Реакция. Иван Зола про Никоглая. Блокировку Твича и первый секс. Красава, Артём. Нашёл что обсосать. Действительно хочется пару взять биту. Твич это тёмные зоны интернета. Я бы был жёстче Екатерины Мизулины. Я считаю, что Никоглай мне больше не нужен. Где биту? Сейчас возьму биту и тебя отшлёпаешь. Никоглай мне больше не нужен? Нихуя себе. Неужели? Не пью ни колу, ни спрайт. Слав, что тогда делал в разоблачении Никоглая? А-а-а, ты меня разоблачил. Ты пил Кока-Колу. Ты меня разоблачил, что делать, охренеть? Что делать? Ммм, я не знаю. Понять и простить. После выхода разоблачения... Во-первых, Артёмка, что хочу подметить. Чё ж ты такой хуёвый звук сделал? Он пропадает, постоянно глушится. Просят сделать громче, окей. И видишь, меня даже зрители просят сделать громче, потому что у тебя такой хуёвый звук в интервью. Ты действительно не мог арендовать петлички. Они же стоят, извини меня, ну сколько? 600 рублей стоит аренда петличек на один день. Ну ты 600 рублей пожалел для ролика, Артёмка? Артёмка, подход непрофессиональный. Не уважаю, когда человек так относится к своей работе. Идём дальше. Никак, ты написал мне с претензией о том, что я в ролике сказал, что ты не можешь связать трёх слов. Ты написал, что не просто себя лжешь, а прям выскажешь. Да. Причём, например, почему тебе не записать разоблачение на Ивана Золо? Ты думаешь, про него материал... Да, потому что Иван Золо, понимаешь, Иван Золо... Ой, я прошёл, я прошёл эту игру, кстати. Офигенный игрой Resident Evil 4. Да дело не в хайп, не на хайпе. Дело в том, что его разоблачать, это сюрприз. Ты представляешь, что я сижу и разоблачаю человека, который не может складно трёх слов связать. Это же смешно. Всем привет, я тут подумал. Короче, Артём Глав. Граф, предлагаю тебе сделать совместный контент со мной. Встретиться и обговорить. Сделать видео о разоблачении на всех твич-стримерах. Понятно. Хорошо. Похарактеризует пряма словами термин «атронный коллайдер». Граф. Вясно, только главное. Скажи мне поподробнее, что такое термин «коллайдер»? Ты сказал, что ты связываешь три слова складно. Я просто такое впервые слышу и... О, скажи мне поподробнее, что это такое. Это ускорительство. Как же умного не говорить. Послушайте, я просто впервые слышу про данный «атронный коллайдер», как вы выразились. И не могли бы вы поподробнее разъяснить мне конкретно, что же это такое? Такой именно интеллигент сидит, такой умненький ванёк. Бля, поумнел, что ли? Выпил, бля, активы? Заряженных частиц. Что-то я там проходил у себя в колледже, а я уже не помню, что я там проходил. Я просто занимаюсь в данный момент в колледже... Сексом. И этим я занимаюсь вордами, экселями, убунтами. Бунтами? В смысле, бунтами? Он сказал, я занимаюсь бунтами? Я занимаюсь вордами, экселями, убунтами. Он поднимает просто бунты в колледже? Бунт, бунт, бунт за Никоглая, блядь. Ну ладно. Что-то там ещё я делаю. Очень разные таблицы. И что-то там ещё. Касаемо Никоглая, я понимаю, что ты устал. Тебя в каждом интервью спрашивают про него. Именно поэтому я спрошу в этом тоже. Интересно, почему же Ивана Зола в каждом интервью спрашивают про Никоглая? Да, давайте подумаем над этим вопросом. Может быть, потому что Никоглай сделал ему всю карьеру, поднял его с нуля, этого человека бы никто не знал, если бы не Никоглай? Нет, точно не в этом дело. Мне кажется, дело в том, что они просто пилили совместный контент, и всё. Мне кажется, делал в этом. Как ты считаешь, Никоглай это сын хуйни? Я считаю, что да, потому что этот человек... Не понял, что он спросил? Я считаю, что да, потому что... Что он спросил? Как ты считаешь, Никоглай это сын хуйни? Никоглай это сын хуйни, он спросил? Интересно. Сразу встает вопрос. Хорошо, у тебя там неприязнь ко мне, да? Там ты меня не любишь, ты меня там разоблачаешь и всё такое. Окей, сын хуйни. А при чём здесь вообще моя мама? Да, погибшая. Давно. При чём здесь она? При чём здесь вообще? Как она вообще связана со мной, с моей деятельностью? Как вообще она связана? Вот это вот не совсем понятно. Зачем её задевать вообще, типа? Ну, типа, ну, может, он считает, что это смешно или это достойно. Просто я считаю, что это очень недостойно. И вот о достоинстве я вам и говорю. На ваших глазах человек, который просто взял, ну, на ровном месте, с ничего, оскорбил мою давно умершую мать. Просто оскорбил её. А зачем? При чём она вообще ко мне, к моим делам, к моему творчеству? К тому, что при чём она тут вообще? Зачем её было оскорблять? Для чего? Просто чтобы, типа, показать, насколько ты недостойный человек? Ну, ладно. И вот о достоинстве я вам и говорю. Вы должны быть достойными людьми. Вы должны быть достойными людьми. Потому что недостойных людей в этом мире хватает. Я считаю, что да. Потому что этот человек... Я считаю, что да. Тоже интересно. Меня опозорил в Твиче. Заработал на мне 200 миллионов. Ещё... Заработал 200 миллионов долларов. Только на Иване Золо. Наделал кучи всего плохого. Например, подделал контракт в песне и в... Чё, чё. Я за свою жизнь, вот за все песни, что я спел, будь то камбэк, будь то с Иваном Золофит, любая песня, я заработал 0 рублей, 0 копеек. То есть это всё оформлялось. Я не знаю, кому идут эти стриминги. Они идут не мне. Я не заработал со своих песен ничего. Старые песни, влетел звук. Вот эти, точнее, с виду простой колян. Это меня студия наебала, мои бывшие продюсеры. Они зарабатывают с этих песен. Я за свои песни не заработал ни разу в жизни. Ни копейки. Просто, чтобы вы знали. В клипе... Без будильника поснулся. Так не бывает. Улыбнулся. И вот видите, водитель сидит. Вот это его зовут Саша. Этого водителя. Фамилию не буду говорить. Вот все стриминги с этой песни идут ему. Отвечаю. Все стриминги идут вот ему. Это вот. Он решил сняться в клипе. Ещё ему мало того, что он все деньги забрал. Он ещё решил сняться в клипе. Ну. И сделался надо мной в Твиче. Просто, чтобы вы поняли. И, собственно, ещё Николай стал политиком. А если он стал политиком, мне такие люди совершенно неинтересны. Сайте, когда мы начали с тобой записывать... Совершенно неинтересна тебе политика? А что тебе интересно? Лимонная водичка Активе? Интересно красить волосы в чёрно-белые, как у Никоглая? Вот это тебе интересно. Этот подкаст мне... Я писал Никоглая в Телеграме. Отправил мне кружочки. Артёмка, Артёмка, мы делаем совместный стрим. Ты с Иваном Золой, я у себя дома. Давай, 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 давай. Делаем, 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 делаем. Да, было бы спешно. Меня с Иваном Золой просто жёстко опустите. Давай. На трансляции. Просто жёстко, как... Ещё ролик снимешь на Ютуб. Урыл Никоглая. Вот такую хуйню делать. Ну я знаю, какой контент он снимает, было бы смешно. Было бы смешно. Предложил ему действительно сделать контентика, сделать работу, он не сделал по итогу. Дурак, что ли? В самом деле я не хочу с ним общаться, потому что он... Не, мы не будем с ним общаться. Тут просто будет ставка кружочков, всё. А, окей. Про Twitch. Понял, это любимая тема. Ты постоянно обращаешься к Мизулиной. Начнём с того, что она моя. Урыл Никоглая, Огонёк, Огонёк. Да, Артём постоянно делает такие ролики. Я помню, его зовут на трансляцию с Ивангаем, поговорить. Он просто залетает сходу. Я ваш рты ебал. Я ваших мам, бля. А потом выставляет себе ролик на Ютуб. Дуэль с Никоглаем и Ивангаем. Урыл Никоглая. Просто выставляет ролик. Я сижу, думаю, ты дурак, что ли? Я тебя позвал поговорить просто. Блин, кого ты урыл, бля? Друг, ты о чём? Нет, она моя. Кто его? Мизулина? Если я общался... Начнём с того, что Twitch — это тёмная зона интернета, деградация и плохое приложение, в котором надо мной издевались. Это приложение очень хорошее. Прикольно. Всю жизнь я задавал Ване на трансляции вопрос. Вы можете прямо сейчас найти вставки. Ваня, ты считаешь, что я над тобой издеваюсь, когда вот люди подняли, блогеры подняли тему, Никоглая издевается над Иваном Зола. Вань, и у его отца спрашивал, вы считаете, что я над вами издеваюсь? Он отвечал, нет, мы так не считаем. Мы делаем совместный контент. Проходит время. Он надо мной всё время издевался. Так, а где ты был, когда тебе этот вопрос я задавал миллион раз? Ладно. Просто оптимизировано хорошо. Но это же не значит, что нужно заблокировать все эти вещи. То есть, как-то радикально ты высказываешься. Смотри, я обожаю Екатерину Мизулину и её правила, то, что она делает. И, собственно, я хочу с ней лично встретиться, сесть за стол переговоров и, собственно, обсудить с ней важные вопросы. Обожаю Екатерину Мизулину и то, что она делает. Отправляет ФСБшников, МВДшников, короче, людей в масках, чтобы они ебашили Никоглая на камеру, пытали его унизительно, пытались ему засунуть бутылку в жопу. В итоге, кстати, не засунули, отсосали хуйца и отсосут также на фронте УВСУ. Вот, и вся Россия также. Я очень уважаю её. Она молодец, она поступает правильно. Это очень хороший подход. Бить, одевать наручники на блогера и бить его втроём в закрытой комнате, типа, это на самом деле очень достойный поступок и я её за это уважаю. По поводу твича, по поводу ответь стримеров и вот такие вот дела. Хуйососы, кстати, те трое, кто меня били. Каждого из них, вот, без наручников, я бы там вывез, блядь. Просто ты очень радикально высказываешься касаемо блокировки всей платформы. Ты представляешь? Платформа очень давно. На ней зарабатывают множество людей. И по факту это их работа. Представляешь, у тебя есть какая-то работа, которой ты просто живёшь. Это дело следует твоей жизни. Тут припоет аванзола и говорит, хочу заблокировать. Смотри, меня на твичи надо мной издевались, заработали кучу много денег. Я заработал всего 800 тысяч. Кто? Кто? Никак, да, никак, да. И остальные твичи. Я заработал, вот, с Никоглая всего лишь 800 тысяч. Начнём с того, что твоя семья зарабатывала в год 600 тысяч. В год. Это с учётом зарплаты отца и матери вместе взятых. И твоего пособия. Вы зарабатывали в год 600 тысяч, вы заработали их за месяц 800. Первое. Второе, оказывается, дело лишь только в деньгах, да, в нашем контенте. Подписчиков ты же не заработал себе несколько миллионов на все соцсети. Имя Иван Зола, которое сейчас распространено в интернете, благодаря этому контенту ты себе не заработал. Дело только в деньгах, да. И стримим. Так это, это же не проблема площадки. Значит, нужно заблокировать не площадку, а те, кто на тобой издевался. Мне кажется, надо просто ужесточить правила. Эээ, согласен. Правила нужно сделать прощённее. Но у тебя логика такая. Ты хочешь заблокировать площадку, потому что над тобой издевались некоторые стримеры. Да. Это то же самое, что сбросить бомбу на страну, где тебе не нравится 5 человек. Это же нерационально. Ну да, я с этим согласен. То есть, я считаю, что... Он только что высылал позицию, я хочу заблокировать твич. Артём сказал 5 слов, но это же глупо. Да, вообще я согласен, это глупо. Бл***ь, ты... Блокировать площадку, это глупо. Нужно просто, как бы, провести диалог с такими стримерами. И всё. А я, к сожалению, не проведу диалог с этими стримерами, потому что я уже, так сказать, не на хайпе. Им нужны просмотры, деньги и хайп. А я тебя подобрал стримить, когда тебя не знал никто вообще. Потому что мне были нужны не просмотры с тебя, деньги и хайп, а потому что мне было весело просто. Я уже не на хайпе, я уже... Даже некоторые блогеры не хотят со мной долгом встречаться. Ты интересная личность, но ты не понимаешь, в чём ты интересная личность. А характеризуй себя, не знаю, пятью какими-то эпитетами. Как ты считаешь, кто ты? Да, я нравлюсь подписчикам, потому что я, наверное, я нравлюсь подписчикам, потому что я обычный для них. Да, ты очень сильно нравишься подписчикам. Особенно, когда мы с тобой стримили, ты просто отказался со мной стримить, и ты побил рекордное количество отписок за день. От тебя отписалось 400 тысяч человек за день. Я думаю, вот именно потому что ты очень сильно нравился подписчикам, поэтому ты побил рекорд по отпискам за один день. а второе что я добрый к аудитории эти максимально добрый к аудитории на прошлом интервью говорит но если ко мне подойдет сфоткаться я откажусь потому что это же не блогер ну ты его дословные слова но плевать то что это хуйня примерно все равно нравится наверно что я туплю постоянно но мне это не нравится но следовательно нужно меняться до нужно менять нужно делать какой-то контент но у меня в голове пусто я думаю что делать но у меня пока не получается он быстрительный процесс это не так просто тем более если думать о контенте но касаемо твича я бы забанил твич потому что там очень много раз понял осуждаю а еще знаешь что это артем на подкасте я так понял в юмор удавился что же артем не знаю лично мне твой юмор показался странным вещь я бы на самом деле покой оставил но забанил одного человека знаешь кого кого ясуса а кисуса не надо банить потому что он хоть и общаясь о политике но он а как сказать сейчас задумаю мысль самый адекватный в твиче он они капли не капли адекватности в нем нету и хисус не ну не такой адекватный как кажется смотрите я вам расскажу просто про конкретно ситуацию которая произошла со мной где он проявил себя как ну последний гнилой человек именно объективно в чем проявилась его гниль когда я выставил ролик разоблачение мвд где я говорю меня пытали меня сильно били хисус говорит я не верю никого я верю ему лишь на один процент я думаю что он все выдумал что он все приукрасил а где ссадины на голове а где побои а где то а вот он он напиздел он точно напиздел но при этом при этом то есть он утвердил что я напиздел что он верит не лишь на 1 процент но при этом потом говорит х а так не когла я жена бутыли летом он жена бутыли на его жопу election подожди то есть то что меня обилят и не веришь но то что меня на бутыли информацию горю-белый горю-белый но типа что это такое то секунду назад говоришь я те я и не верю никого вам все выдумал о через секунду говорили так он же опущенный можете на бутыли ли для его же там то-се были он ну блять что это такое то есть человек проявил себя максимально гнило почему потому что что касалось моего получается избиение несправедливого отношения ко мне а когда органы власти тебя одевать наручники и бьют тебя в комнате это максимально несправедливое преступление против человечества человек сказал что я все выдумал но при этом утверждает по сей день о том что я опущенный на бутылины что меня на бутыли то есть как бы то что меня били я выдумал то что на бутыли я сказал правду интересный подход и человеком мире конец и что это враг россии у нас враг не американцы я считаю что он предал родину и его нужно забанить я бы первым заблокировал сделал обращение к мизурины не поводу предал родину хисус наоборот красава что живет в америке и помогает украине правда помогает он очень так себе ну я слышал что купил что-то для беженцев он купил я у я очень отдаленно слышал но я знаю что на что-то он собрал донатом миллион рублей по моему страна кстати что он собирал в рублях на помощь украине но это неважно собрал донат в миллион рублей отправил что-то помог именно беженцам а армии засу он не помог вообще ничем абсолютно ничем и если я не ошибаюсь этот человек еще сказал мне что я спонсирую войну и что я плохой ну а может это был не он вот вот про второе я могу ошибаться что это не он сказал не знаю я бы забанил первого явилона потому что он меня заставил матернуться у меня сам знаешь комплексы что еще ты мог получить за один мат 500 тысяч рублей а сейчас ты поматерился купил джип бронированный для засу пишет а вот и нет а если бы он купил для засу я бы знал я как раз таки изучал чем именно хесус помог это что я для себя запомнил тогда и это потом подтвердилась он помог не засу он помог неозбройным силам украины он помог именно людям просто беженцам типа там едой чем-то машины какой-то но он помог именно людям но не военным типа это я изучал хорошо этот вопрос бесплатно не может такого быть и вроде бы тебе не заплатил да да и вот это тоже считается как издевать нет это тоже хорошо я не говорю что он поступил плохо я просто говорю потому что ты помог ты молодец ты красавчик и сделал доброе хорошее дело но почему ты не помогаешь в борьбе против зла почему не помогаешь засу почему не отправишь дронов машину типа там ребята воюют очень многие в этом нуждаются что ко мне записывают видео обращением есть телеграме и я собираем на машину они в этом нуждаются почему ты помогаешь только людям а военным не помогаешь ну типа камон по сердцам я натянулся он не заплатил 500 тысяч он потратил это куда-то на другие вещи это некрасиво на самом деле поступок мне тоже с херстом была история мы должны были с ним поговорить дискорде у нас был с ним конфликт здесь сидят люди которые поддерживают меня у которых примерно такое же мнение как и у меня касаемо там если говорить про политику и я думал что мы как два эрудированных фума сапиенса соберемся в дискорде все обсудим он поступил как австралопитек и сама не пошел просто то есть но это некрасивый поступок понял в интернете люди очень часто и на это обижаешься если поймешь про что называет себя слабоумным дцп и больным даме осуждаю конечно очень сильно затрагивает вот допустим делал видео про меня ролик маразм он меня называл фаиком еще каким-то человеком которым словами это не описать но мне не понравилось и вот это люди все вот этого вот хавают и медика моя понижается от этого маразм тоже из числа гнилых людей кто я выпустил ролик разоблачения на мвд сразу пошел записал видос что никогда все выдумал смотрите доказательства он сказал что его брели на живую и посмотрите у него нет ран на голове ни одной проплешины он все выдумал он все придумал потом через время резко забыл что он это говорил и начал мне верить то есть но как то вот вот знаете когда люди записали резкую ответку на мой ролик разоблачение мвд 90 процентов блогеров сказали что я все выдумал что я все придумал и эти же 90 процентов потом все переобулись и вот этим они показали они показали себя просто как люди типа а зачем вы тогда записывали ролик что я все выдумал чтобы просто вот так вот из воздуха взять и переобуться резко или верить но типа при этом все утверждали да не коглая да на бутыли ли он вообще опущенный так подожди в смысле не коглая на бутыли ли он опущенный если ты сказал что я все выдумал так может это я тоже выдумал или все это я выдумала про бутылку я сказал правду но типа они все показали что они максимально предвзяты к этой темы Но при этом освещают ее на большую аудиторию И освещают неправду Самое что главное, неправду И когда человек на большую аудиторию с серьезным лицом Говорит неправду Это говорит очень много о нем То, что делает маразм Или даже Дмитрий Лайн И мне вот это вот не нравится То, что они делают Это темная зона Сказать, это вот Как задонатить Никоглай? Так под стримом кнопка же есть Под стримом кнопочка, нажимаете и все По ютубу И что? И вот некоторые блогеры это смотрят И думают Боже, я не хочу встречаться с этим Иваном Зова Он больной Ой, что будет, если я с ним встречусь Вот так они, наверное, думают Когда смотрят вот эти вот видео Когда Видео про меня Выходит в плохом свете Вы, кстати, можем сейчас поговорить с маразмом У меня есть его контакт Записать ему голосовой или кружок Давай, собственно Позвоним Сейчас сделаем так Ну, как я позвонил тогда Моргенштерну И, собственно, заставлял его Это не ты позвонил Моргенштерну Это я позвонил Моргенштерну И ты не заставлял его извиниться Я ему позвонил на трансляцию И просто, чтобы завести контента Он реально сказал Я позвонил Моргенштерну И заставил его извиниться Он прям так и сказал Сделаем так Ну, как я позвонил тогда Моргенштерну И, собственно, заставлял его извиняться Это я ему позвонил И вежливо Просто не заставлял И не просил даже извиняться Сказал о том, что Он просто тебя задел То есть у тебя по сей день Его контакта нет Ну, у меня, кстати, тоже Просто суть Очень странная Ты преподносишь информацию Она же неправдивая Кружок напишем сейчас Может, он чем-то занят Но я думаю, что Он нормально к этому отнесется Привет Мы записываем сейчас Подкаст с Ваней Привет, привет Хочу тебе сказать Моргенштерну кое-что Я тебе не фейк Не больной И, собственно Нормальный, хороший человек Ты делаешь видео В плохом свете про меня И это понижает мою репутацию Я хочу, чтобы Вань, касательно понижения репутации Ну, я тебе правду скажу Я знаю, что ты смотришь все мои стримы Все мои ролики Невозможно понизить то, чего нет У тебя толком нет репутации То есть даже если взять меня как Никоглая У меня плохая репутация Я Никоглай У меня плохая репутация Потому что я делал хуйню Делал и буду продолжать делать Всякую хуйню в интернете На зло Иногда буду делать на зло Вот У меня репутация есть Она плохая У тебя репутации вообще нет Понимаешь? У тебя ее вообще нет Ну, типа Как можно понизить то, чего нет Это странно Чтобы ты извинился И чтобы все Ну Чтобы все было у меня хорошо А то так говоришь про меня плохо Что это смотрят блогеры И говорят про меня потом Ой, ну этот Ваня оказывается больной Зачем я с ним стрим? Это факт Это факт, что ты делаешь хуйню Вообще я вам честно скажу Я, ну я Как сказал Я буду продолжать иногда делать Исполнять какую-то хуйню Потому что Во-первых Я делаю это неосознанно И я преследую только одну цель В своих блогах В своих шоу В своих стримах Во всем, что я делаю У меня одна единственная цель Лишь бы мой зритель Смотря меня Не делал вот так Скучно Лишь бы не было скучно Все У меня только одна цель Я В интернете Я блогер Я медийное лицо Моя цель Развлечь зрителя Лишь бы у него была Какая-то эмоция Лишь бы у него была Какая-то думка в голове Лишь бы он повеселился Огорчился Разозлился Я должен вызвать Какую-то эмоцию Самое ужасное Что может сделать блогер Это не вызывать Никакую эмоцию у зрителя Это самое ужасное Что может сделать блогер Вот что это такое вот я зевнула потому что зев заразительный я жду тебя извини все супер отправляем дождем пока он ответит но он быстро отвечает я думаю что не там 5 10 минут ты думаешь акаша акаши ну вот тот кто про тебя на стриме высказался то что ты слабо умный мне действительно хочется порой взять биту и побить этого человека потому что в ночь и потому что у него ужасовая а я бы не бил кашу бита я думаю себе встретился с кашей я бы сначала с ним попробовал поговорить касательно его политических взглядов я думаю те кто с ним знакомы знают что он за этник ну конкретный за этник за россию крым российские ура россия вперед ну что но он конкретно за этник я бы хотел с ним поговорить касательно его политических взглядов услышать его какую-то думку мнения с ней не согласиться и потом уже может быть что-то придумать вот а так ну я бы никогда не стал применять физическую силу к человеку необоснованно от этого ну так высказывается по меня это просто нечто 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 плохое для меня вопрос очень меня интересующий сколько ты зарабатываешь каша тролль вы действительно думаете вот чем пишет он рофлит это же троллинг это он смеется нет вы что издеваетесь он он серьезно говорит про вот его политические взгляды касательно того что крым российские там да будет новороссия россия вперед это его абсолютно серьезное мнение это прям правда это не шутка это не рофл это не прикол типа вы немножко не понимаете где прикол а где не прикол сейчас и вообще не зарабатываю потому что санкции война заработком подожди что он сказал сколько ты зарабатываешь сейчас и вообще не зарабатываю потому что потому что санкции война ты назвал войну войной когда это вообще-то называется svo это дискредитация армии россии что ты натворил ты только что обосрал свою любовь мизулину ты дискредитировал армию ты дискредитировал россию как ты мог назвать это войной это же svo это же специальная военная операция ваня что-то натворил все все был пацан и нет пацана за одно слово с заработком вообще все плохо но для рублей 0 копеек вообще 0 не реклама какая то есть и там телеграме у меня ну и собственно выходит 5000 рублей всего за один рекламный пост на я веду тебя рекламу айфон за рубль на я другой потратила айфона нет кому удовольца у вани я смотрел кстати тоже telegram если что все рекламы в его telegram канале это только скам вот прям я говорю это четко говорю это серьезно все его рекламы это скам этот он рекламе только на ебалово у него нет чисто рекламы вообще вообще нет а у меня ну у меня в telegram канале рекламируются не скам но тоже неприятная штука такая как а ля слили блогера в том-то telegram канале но это хотя бы не скам это блять хотя бы вас приманивают посмотреть на сиськи и пички но на вас никто не обманывает ну то есть не такая черная как могла быть реклама там не должен быть iphone он должны быть какие-то деньги и слепо написано прям получи iphone за рубль я потратил рубль а я там и не дали меня обманули кому пожаловаться я не знаю выгонят кайта реклама моему другу александру ну не этом менеджер у александра другому александр у тебя много менеджеров нет тот не менеджер тут просто рекламу мне делать помогает смотри мне бы хотелось чтобы подписчики прекратили звать меня никто без никоглая или закончились деньги 2004 или даже еще и там тупые комментарии которым объективно иван а как ты вот можешь быть интересен в интернете без никоглая если ты не понял я единственный человек в твоей жизни кто делал из тебя что-то интересное кто делал вместе с тобой совместно что-то интересное дальше все что с тобой происходило с данилом степановым и остальные это были китайские глупые пародии на меня с которых ну смеялись не так много людей и которые понимали не так много людей действительно я тот человек который тебя разузнал просто от и до вдоль и поперек я понял что ты за личность и понял что в тебе есть я понял твою изюминку и на твоей изюминке я работал никто так не может сделать как я и сам ты свою изюминку тоже не раскроешь то есть я был твоим творцом я тебя создал действительно это правда это факт какой он есть типа это понимают просто все зрители что ты можешь сделать без меня просто ответь что ты можешь танцевать рондо 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 ву это очень круто вынёк но это типа не супер хайповый контент понимаешь много хайпа тебе это не даст мне даже не нравится я человек который кто-то ну без никоглая тиктокер и музыкальный исполнитель лично да я лично но видимо подписчики деградировали нет это море тебе как объясню как это работает вы стали популярны симбиозе с никоглаем это хайп там рекорд с матча и поэтому у людей есть какая-то ассоциация тебя именно с ним смотри никоглай не хочет признавать что его поднял что это я ему дал цифры свеча у него дает до меня было всего 100 тысяч давай действительно просто вот я сидел короче ничего не делал а ты пришел и поднял меня реально вот с дивана двумя руками поднял и протянул меня на самые верха я это признаю это действительно вот вообще поднял меня с нуля в снизин помню как я сидел бы в двухкомнатной квартире в коммуналке и ты мне звонил и говорил колян давай стрим я придумал такое шоу интересное а я говорил нет у меня сейчас ужин и стрельба из лука а ты мне говорил ну бля братишка я тебе заплачу 150 тысяч и я тогда понимал что ну ладно ладно и тогда ты меня поднял действительно самых низин реально вот тебе за это большая благодарность а когда я пришел у него сразу онлайн был в 30 тысяч а потом поднимался вообще-то первую нашу трансляцию на твиче мой онлайн был 15 тысяч вторую трансляцию наш онлайн был 30 тысяч третью трансляцию 60 тысяч и четвертую трансляцию уже 100 тысяч мы росли в геометрической прогрессе это правда я думаю что это реалистично потому что но вы же все равно это делали вместе кто предложил стремить на твиче не как лайк смотри я принципе думал что площадка хорошая но как оказало как а за так оказалось и плохо когда я предложил ему стримить на твиче у нас были большие большое количество зрителей в тик токе и наши зрители в твиче вот но для думаю для кого это не секрет это были зрители стек тока то есть у стримеров которые стримили на твиче были свои определенные твичовские зрители а я привел зрители стек тока то есть как это называется я привел огромную именно я я не побоюсь выражение огромную аудиторию на твич соответственно я эту площадку я дал ей какое-то второе дыхание потому что в тот момент она умирала она действительно умирала у меня есть переписки до сих пор с братишкинами я думаю подтвердит когда мы с ним ругались братишкин говорит ну точнее я ему говорю во время ссоры ты стримишь на твиче девять лет а у тебя 8000 онлайн вот я ему такую фразу сказал и мы потом с ним созвонились дискорде и он сказал что мне действительно обидно колян это правда я стримлю 8 лет 9 лет а у меня 8000 онлайн это действительно правда и типа потом после всех этих историй со мной его онлайн резко начал возвышаться и сейчас он уже у него одну не 8000 по моему а там 12 15 тысяч онлайн у него но все же мы не будем с вами забывать что вова братишкин стримит на твиче 9 лет 9 лет и я не хочу сказать что это плохо да иметь там 15 тысяч онлайн это плохо то есть это нормально но пишут что 7500 его смотрят даже 7500 это нормально вот меня например смотрит 20000 многим легко подумать то что все эти зрители накручены если вам так легко думать думаете хорошо у меня допустим 20000 накрученных зрителей я уже давно вышел из того положения когда я бы мог этим кичиться гордиться или бить себя в грудь для меня это уже давно не какой-то движок к работе для меня уже давно меня двигают другое нет вещи прекрасная площадка за исключением некоторых примеров и если так все когда я стал популярным речи знаешь что было вот я вижу да в чате я бот пишут люди подтверждают ой точнее боты подтверждают что они боты и это приятно боты можете пожалуйста написать в чат следующее вот боты напишите это в чат никто это не написал вот и профи у меня нет ботов видите никто не написал то что я сказал вот вам профи у меня нет ботов я только что разоблачил всех только что на ваших глазах произошло маш массовое масштабное разоблачение и обманы всякие минирование всякие разговоры с полицейскими всякие хакеры это черная сторона популярность так у многих людей когда и человек известный видят на тебя потроллить это не проблема площадке это проблема именно и связь и не троллинг это реальная жизнь понимаешь для людей для подписчиков зрителей это просто какой-то троллинг типа заказать дал адрес киван узлов года там он заминировал боли это просто смешно понимаешь они для тебя потроллить и это проблема не площадке а именно популярность а касаемо того что ты говоришь что его поднял это эгоистично по факту можно считать так да он поднялся в коллаборации с тобой но он же тебя предложил правильно да то есть если так думать причин следственной связи забавно наблюдать вы обратили внимание как артем сейчас пытается быть объективным он доказывает ивану что иван меня не поднял а что мы поднялись вместе в коллаборации и вот забавно наблюдать на только как артем пытается быть объективным учитывая что 10 минут назад он зачем-то просто так оскорбил мою мать то есть видите как выглядит достойный и недостойный человек когда ты уже показал себя недостойным и пытаешься быть объективным это уже вызывает у зрителей ну или лично у меня сомнений твоя объективность когда ты показал себя с недостойной стороны вызывает сомнения поэтому очень важно быть достойным если бы он тебе не предложил этого ничего с ним если бы он мне не предложил мы бы и дальше стремили в тик токе там угорали рофли ли да но при этом не было бы того хайпа лайна рекордов то есть по факту в этом какая-то заслуга есть рекорд там там бы побил кто-нибудь другой например или эвелон или парадич ну они во первых до сих пор не побили а во вторых и не побьют 578 тысяч онлайна я заявляю только я побью свой этот рекорд это если мне это будет интересно сейчас моя зона интересов нацелена на другие вещи на борьбу со злом на справедливость на мир во всем мире и на месть моя зона интересов сейчас немножко сдвинута мой рекорд могу побить только я потому что я себя считаю в плане контент-мейкинга в интернете намного умнее чем эвелон парадеевич и остальные почему я так считаю ну потому что я честно хуй сос только поэтому я так считаю будущее осмотреть это ты такой себе мы видим что видим есть рекорд есть ваша коллаборация я считаю что это как бы совместная заслуга я считаю что никогда и мне больше не нужен мне нужен какой-нибудь продюсер чтобы я у него на контракте бы он полностью занялся и собственно здесь делал какой-нибудь мне контент и я этим бы занялся бы и в петли тоже какие-нибудь были бы понимаешь вот у тебя такая риторика и постоянно говоришь о том что ты хочешь выходить из образа кринжевого персонажа да правильно но вы спич он очень странный россии люди не любят людей которые поднимают этот счет продюсеров потому что каждому человеку интересен талантливый да кстати я очень много блогеров встречал я вам скажу большинство людей ну жили большинство блогеров жили и поднимались только за счет продюсеров кого я возьму в пример я возьму в пример своего близкого друга его зовут дани милохин не в обиду возьму его в пример но ни для кого не секрет что все творчество дани все его движухи и прочее разрабатывалось именно продюсером ярославом это именно делал продюсер и помимо дания так было у вас у абсолютного большинства людей вот и вот конкретно пример дани из-за его жизнерадостности из-за того какой он сам по себе хороший человек даже с учетом того что за его спиной стоял продюсер дани был интересен и интересен по сей день людям ну или лично мне он интересен вот из-за просто из-за того что это очень жизнерадостный яркий персонаж вот а многих не таких жизнерадостных бывают просто тянут за уши да я лично такое много раз видел танки в персонаж и дани милохин и там прочие тик ток хаос и эльф торговец эту связь это все продюсерская система и мне как допустим личности интереснее наблюдать за человеком который добился всего сам а продюсер будет делать за тебя все и просто башка моя нет я не знаю мне кажется пьюсер мне будет легко если я буду сам один и делать то я просто сгнию а но это говорит о том что значит у тебя нет какого-то определенного с как вот человек в ваня золо прямо говорит мне нужен продюсер иначе я сгнию ты прямо говоришь я ничего не могу сам сделайте мне помогите мне у меня никогда не было продюсера чтобы поняли никогда вот только то что вот меня кинули на деньги когда я только начинал 2020 2021 год вот этот студия не буду ее рекламировать вот это мои первые ребята которые киданули меня по итогу ну где-то на 100000 евро они меня киданули у охуенные продюсеры и продолжают ее будет по сей день собирая стриминги с моих треков то есть наебали тогда и наебывает по сей день вот моя продюсерская история знания системы как это сделать есть такой 100000 евро если что это можно купить поддержанную ламборджини вот продюсеры меня кинули на ламборджини вы просто у меня просто к слову я один и у меня просто ничего в голове не пойду для подать есть мой контент мейкер саша фокусник он говорит сам все делай это же один всю жизнь у меня было три канала и мне нет продюсеров даже 1000 приехал ко мне видишь то что все сам подключил я и камеры все я все сам делал да мы видим что я делаю все сам у тебя нет продюсеров потому что ты даже не запарился перед тем как позвать его на золо на такой подкаст арендовать петлички за 600 рублей на день чтобы у вас был чистый качественный звук они вот эти два микрофона что ты поставил у вас зажевывается последние буквы на половине слов это видно что ты сам все делаешь ты делаешь очень грамотно артем это люди это как бы ценится понимаешь все просто мозги разные у тебя наверно есть куча контента который ты можешь сам придумать а я не могу ничего придумать мне нужно мне нужен именно продюсер а ну это вот плохо потому что нужно как бы своей работе быть профессионалом ведь генерировать понял назови своих три самых любимых рэпера сейчас можно заглянуть телефон а конечно там самым любимым и заходим музыку 1 даши наш такую даши наши нет второе второе инстасанка но наконец-то научилась петь без мата и собственно ее приятно слушать и третий у нас султана логучин считается это музыкант я его тоже не знал же он нравится хорошо поет я не слушаю вообще никого язык окей это попса да тебе нравится ну да слушаю там милану хамитову милан хамитову да дальше смотреть извините тоже подкаст с ванном золо не супер интересно я в принципе самое основное понял выполнил у на